Девушки отдыхают Надо приостановить его немного Я рад нашим успехам Я просто хочу помочь своему другу, дабы он мог быть в лучшей своей форме к бою Я на вершине Когда я на вершине, я не думаю о тех, кто позади меня Я во главе состава Хую, это тебе надо думать о том, как бы оказаться на моем месте Пора за работу, детка, пора за работу Кто мой тренер? Вот что вам надо спросить Роджер Мейвейзер, мой тренер Это судьба Флойда Что бы он не решил сделать, я с этим соглашусь Оскар решил меня дурачить? Он знает, что я его побью Тяжело это признать, но так и будет Возвысится ли он, или будет разбит Нам придется подождать и увидеть самим Эй, давай-ка я пойду пробегусь после того дикого просмотра Роджер, приготовь мое дерьмо для бега Для большинства бойцов Тренировочный лагерь Это сплошная работа без шуток Но опять же Флойд Мейвейзер не из этого большинства Но когда дело доходит до тренировки Лишь некоторые могут работать наравне с его интенсивностью Пятикратный чемпион тренируется с одной скоростью И похоже вообще не устает в то время, как Мейвейзер помладше Старается изо всех сил сохранить тот же ритм И хоть бокс в зале Мейвейзера является настоящей одержимостью Он также является и сплочающим и излюбленным семейным делом Мой сынуля, скорее всего, будет будущим чемпионом Лавры перейдут к нему А после него к следующему Мейвейзеру А до тех пор Флойд будет лучшим И вот что я вам скажу Папочка! Ты не тренируешься? Нет Почему ты не хочешь тренироваться? Ты хочешь, чтобы я взял тебя на руки? Да О, боже мой Ты, возможно, будущий чемпион И против, чтобы я взял тебя на руки? Ну ты и ребенок, боже мой У него никогда не было шанса быть простым ребенком вроде нас Потому что его отец возлагал на него большие надежды Он никогда не играл в баскетбол, потому что мог подвернуть колено, если неправильно прыгнет Он не ел конфеты, он упустил так много То, что мы сейчас видим в поведении Флойда на публику Это ребенок, которым ему так и не посчастливилось быть Я слышал, что так много людей говорят, мол, мне не стоит гордиться тем, что я сделал Но знаете что? Посмотрите, где он теперь После очередной жесткой тренировки Флойд направляется на обязательное предматчевое медицинское обследование Вы готовы? Привет, доктор Как дела? Рад видеть вас Я вас тоже Всем боксерам необходимо пройти различные комиссии штата Это даст возможность получить квалификацию или допуск к экзамену Это определяет, готовы ли они к поединку Мне надо, чтобы вы просто бежали на месте две минуты Спокойно и легко, без напряжения Целью является узнать состояние их рефлексов, хороший ли слух, хорошее ли зрение Посмотрите на меня Хорошо, теперь следуйте за фонариком Я столько раз видел его в своем кабинете Я хорошо узнал его, он очень искренний человек, очень приятный Определенно не тот персонаж, которым его описывают масс-медиа Он прекрасный джентльмен, с какой стороны не посмотреть Окей, не выколи себе глаз Отлично Меня немного расстраивает то, что я читаю или вижу по телевизору о Флойде Потому что это не он Перестань двигаться Окей, я замер По крайней мере, не тот, кем он предстает перед нами каждый день Ночь опускается на Лас-Вегас Но день Мэйвейзера далек от своего завершения Большинство боксеров придерживаются строгого режима тренировок Флойд, в отличие от них, не заинтересован в условностях Он тренируется по 4 раза в день Единственный элемент режима в его тренировках, это их непредсказуемость Я тренируюсь каждый день Я тренируюсь каждый день На полную Я никогда не устаю Никогда не устаю Прошлой ночью, ты выпил 2 апельсиновых сока и Рокстар Мне была необходима энергия, чтобы доехать до дома Я буквально спал, пока гнал 110 по дороге Что ж, тебе не стоит пить Рокстар, засранец Тебе надо пить, как там, Рэдбул, Кранк Джуз Пей Рэдбул, нахуй этот Кранк Джуз Я даже не знаю, что это Короче, пей ту хуйню, которая подписала меня Если бы Рокстар отстегивал мне бабки, то ты бы пил Рокстар Вообще-то они отстегивают нам бабки Рокстар? Ну тогда, бля, пей Рокстар, а не этот педиковатый Рэдбул Для собравшейся прессы в день медиа для Мэйвейзера Флойд-старший представляет себя как один из членов ближайшего окружения Пока лед между отцом и сыном медленно тает, Флойд-старший рвется показать перспективу своего сына против бывшего ученика Оскар, я слышал, у тебя новый тренер по имени Фредди Ротч И да, согласен, он сможет тебе в тренировках помочь Но сможет ли он достать тебе то средство? Ведь драка с моим сыном — это со смертью соседства У Флойда Мэйвейзера-старшего нет повода для плохих слов против Фредди Ротча Пока вы не посмотрите на место, которое теперь занимает последний В течение последних шести лет именно старший был в углу длохой Слушай, мужик, ты вырубишь этого сукиного сына прямо сейчас Хватит терять время Используй свой ёбаный джеб, мужик Используй джеб В это же время его сын вырос лучшего боксера вне весовых категорий И бросил прямой вызов Оскару длохой Оскар длохой хочет этого Он знает мой номер, он знает, как дозвониться до меня Все, что я буду делать, это бить других и оставаться лучшим Оскар длохой сказал, что он хочет быть лучшим, уйти из спорта, сражаясь с лучшими Поехали, давай проверим, кто на что способен Если твой папа тренировал Оскара И ты бросаешь вызов Оскару Эй Ты ведь, получается, бросаешь вызов и мне тоже Длохой принял вызов Но в то же время нашел себе нового тренера С Фредди я чувствую его страсть Я бы не смог получить то же самое от Флойда Мэйвейзера-старшего Ведь я дерусь с его сыном И если бы он тренировал меня, то я бы не получал ту же страсть от него Хотя его пути с Оскаром разошлись Флойд-старший до сих пор не получил официальной роли в лагере Мэйвейзера Но отец продолжает появляться, и сын чувствует его присутствие Мой отец пришел в зал и начал работать со мной Джимми ничего не сказал, просто позвал охранника Я сказал, ты что творишь? Так нельзя! Это же мой отец все-таки Я многое отдал Мой сын тоже отдал многое Я многое отдал Я не говорю, что Роджер не может быть тренером Но это мне надо быть на том месте, ведь я единственный, кто знает Длохою Это почему? Он не нужен мне, чтобы побить Длохою Для чего? Я ведь не даю ему наставления Вот и мне они не нужны от него Если его сын будет слушать его, то пусть так и будет Так? Но твой сын слушает меня Почему ты злишься на меня за то, что твой сын хочет тренироваться со мной, а не с тобой? Я же не представлял ствол к виску твоего сына со словами Ты должен тренироваться со мной Так почему же я внезапно должен подойти к нему и сказать, типа, оуу, мне жаль Жаль за что? Не многие люди Не знаю, не многие люди на самом деле были со мной всю мою жизнь Типа с самого начала, просто в качестве поддержки Мы говорим не о деньгах Мы говорим о доверии к тем, кто был со мной У других детей были мамы, папы или оба родителя У меня... Я даже жил не дома. Я жил со своей бабушкой. Мой отец заезжал за мной, отвозил в боксерский зал, потом завозил обратно, давал несколько долларов. Но это не та любовь, которая мне была нужна. Любовь, которой мне хотелось бы, это та любовь, которую я дарю своим детям. Я был дисциплинирован в своем детстве моим отцом очень строго и жестко. И вот в такой обстановке до этих дней, ну то есть где-то до 21 года, я боялся своего отца. Я всегда боялся пойти и поговорить с ним о чем-нибудь. Я ведь хотел поговорить с нему о так многих вещах, которые происходили в моей жизни, но я не мог делать этого, потому что был так сильно напуган. И я не хочу до конца жизни злиться на своего отца. Это не хорошее чувство. Оно не делает меня взрослым. И я понимаю, что кто-то из нас двоих должен быть взрослее. Так что я просто хочу показать ему, что люблю его. Давай просто не будем продолжать эту детскую херню. Давай повзрослеем. Дядя и тренер Флойда Роджер Мэйвейзер держит своего подопечного в пиковой физической форме за несколько дней до величайшего боя его карьеры. Отсутствие Флойда-старшего нагнетает небольшое беспокойство. Многие думают, что я ненавижу своего отца, ведь мы не видимся один на один. Но я люблю своего отца, я люблю его. Но мой отец хочет прийти и контролировать все. Он настоящий тиран. Именно поэтому наши пути разошлись в прошлом. Я скажу кое-что о своем папе. Мой отец — великий тренер, но он такой не один. Настало то время, когда большинство бойцов начинают снижать нагрузки на тренировках, но Мэйвейзер сохраняет свой неустанный темп. Закончился еще один день, и цифры не врут. Фотосессия — это, возможно, одно из самых утомительных обязательств, которые должен выдержать профессиональный спортсмен. Для Флойда Мэйвейзера — это возможность показать как себя самого, так и свое богатство. Америка построена на двух вещах. Противоречия и деньги. Дело не в черном или белом. Дело в зелени. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь десять. Вот есть еще. Окей, шестьдесят четыре тысячи. Состояние Флойда практически все время на виду. Будь он дома, собирая пачки по тысяче долларов, или в дороге с пачкой сотен их, или просто-напросто во время телевизионного интервью. Я богат, я могу носить все эти деньги с собой. Мне не нужна какая-то пластиковая карта. Я люблю таскать бабки наличными. С ними дележки идут как надо. Отвяньте от меня, я могу делать дождь из денег весь. Меня зовут Флойд. Меня зовут Флойд. Меня зовут Мани Мэй Везер. Меня зовут Флойд. Меня зовут Флойд. Меня зовут Мани Мэй Везер. Мэй Везер проявляет мало скромности в том, что выставляет на показы свое богатство. И пока большая часть его финансового состояния заработана на ринге, у Флойда есть еще одна стратегия вложений, которая его интересует. Буквально в поездке на Роллс-Ройсе от Вегас-3, Флойд посещает Спортсбук почти раз в неделю. Сегодняшняя ставка — 34 тысячи долларов против Денвер Наггетс. Вот о чем я и говорю, о чем и говорю. Мне только что заплатили 34 штуки. Я говорил вам, ребята, вам бы следовало поучиться, ребятки. Спортсбук, я делаю ставки все время. Я игрок, я удваиваюсь, срываю куш. И вот ставка вечера. Мы отлично поднялись сегодня, детка. На следующее утро Мэйвейзер рвется к намного более жестким и острым ощущениям, ведь он приветствует в зале своего нового спарринг-партнера. Они сказали, что к нам привезли свежее мясо. Это что, Мелвин? Это Мелвин? Мы его поджарим сегодня. Мы поджарим, сделаем его готовеньким. Выбьем дуб. Его сегодня убьют. Я покажу тебе, как мы едим суши. Видишь, вон того парня там чешет свою жопу? Иди подойди к нему и скажи. Ты ведь знаешь, что моя папочка надерет твою задницу? Мэйвейзер накладывает одно ограничение. Никаких съемок его спаррингов. Но когда камеры возвращаются чуть позже, о том, что произошло в ринге, свидетельствуют брутальные доказательства. Я пытался тебя уберечь. Я пытался сказать тебе об этом, парень. Короче, я был таким быстрым, что избил его еще до того, как зашел на ринг. Вот что произошло. Этот парень пришел сюда и сказал, что хочет немного Флойда. Хочет испытать его возможности на себе. Думаю, он получил то, что хотел, и надо отдать ему должное. У него кровь по всей майке, а он такой счастливый. Я такой стою с кровью повсюду вокруг меня. Все, что вы скажете, записывается и может быть использован в суде против вас. Я не делал этого. А это пятно на футболке от пролитого смузи, это сделал кто-то другой. Было время, когда Роджера знали как другой Мэйвейзер. Флойд-старший был устоявшимся профессионалом, а его младший брат был горячо ожидаемым проспектом, известным как Черная Мамба. Я вырубил своего тренера. Я вырубил его наглухо. Бог мне, свидетель. Я его наглухо вырубил. Знаете, сколько я весил? 51 килограмм. А сколько он весил, знаете? 107 килограмм. Из-за своей уничтожительной мощи и уникальной личности Роджер стал одним из самых колоритных персонажей бокса. Недовольным гудением толпы обозначается выход на арену человека, который уже построил основу своей карьеры на нокаутировании мексиканских бойцов Роджер Мэйвейзер. Самопровозглашенный мексиканский убийца, он завоевал титул в 63 килограммах. Но его карьера принесла и зависть с тех пор, как была уничтожена карьера Флойда Старшего после того, как ему выстрелили в ногу. Вначале все говорили о старшем Флойде, старший брат, все наблюдали за ним, он привел Роджера за собой, а затем Роджер стал чемпионом мира, а за этим пошли слава, деньги и все остальное. И это разлучило его с его старшим братом. Так что, я думаю, напряжение наросло в момент, когда один стал намного известнее другого. Мы с моим братом всегда соревновались. Он старше меня на 9 лет, но мы всегда с ним соревновались. Но так-то дело не в нас с ним, дело в нем и его сыне. Я верю, что мой сын любит меня, а я люблю своего сына. Я хочу развивать отношения со своим сыном так же, как и со своими внуками. Но это вообще не вариант. Буду с вами честен. Как можно говорить о верности другому человеку, когда твой папа подарил тебе жизнь? Я не понимаю этого, мужик, это очень сильно, блин, смущает меня. Я верен ему, и я всегда любил его. Его всегда здесь ждут, как дома. Он с Роджером всегда здесь могут быть, как дома. Но просто если соединить великого тренера и великого бойца, то вы получите великие успехи. И это мы с Роджером и делаем, мы показываем великие успехи. Я источник всего этого. Я начал это. Я ни за кем не следовал. Все следовали за мной. И я беспокоюсь о своем сыне намного больше, чем все остальные. Больше, чем все остальные в этом лагере. Что я хочу, чтобы он сказал? Да я вернусь, когда он скажет мне это в лицо. Это моя работа. Никакого давления на меня. Я знаю, что надо сделать, когда выхожу туда. Я знаю, что для этого нужно, и я могу даже больше этого. Так что я просто пойду туда и сделаю то, что задумал. Я по-прежнему король на троне. Я по-прежнему король на троне. Мэйвейзер никогда не выступал в весе тяжелее 66,5 килограмм. Но с Делла Хои он будет драться в 70. Подняться в весе может быть очень опасно для бойца. Но после двухмесячного лагеря Флойд стал больше, сильнее и, по всей видимости, быстрым, как и всегда. Да я надеру ему жопу. Я бульдозер. И скорость набрал. Так быстр, что всех парней со своего пути убрал. Я зарабатываю бобы и надираю зады. Этот парень бейстер. Черт его подери. События недели грандиозного боя начинаются с формального представления в MGM Grand. Первым приезжает красавчик и получает свой поцелуй от бабушки Бернис. А также не теряет возможности поговорить о себе. У Оскара хороший левый хук. У меня же хороший левый хук, отличное право и джеб. А также я прекрасно работаю по корпусу. Так что, как я и сказал, я хорош во всех аспектах. Выход на показ от фаворита букмекеров завораживает. Но буквально через минуту после того, как уезжает Флойд, шумная толпа, встречающая Далахой, доказывает, что Лас-Вегас по-прежнему принадлежит Оскару. После 14 лет и 25 поединков в ярких огнях этого города, ясно то, что звезда Золотого Мальчика до сих пор сияет на улицах этого города. В то время, как Оскар осваивается на арене боя, Флойд и его дядя продолжают свою фирменную работу. Бой становится одним из величайших событий в спорте, и лагерь Мейвейзера открывает свои двери для прессы. И Флойд, как и всегда, воспламеняет свои слова горючим своей гордости. Оскар хочет войти в историю как легенда. Что ж, я-то уже действующая легенда. Когда упоминают Шугара Рэй Робинсона, они упоминают Флойда Мейвейзера. Когда упоминают Мухаммед Алия, они упоминают Флойда Мейвейзера. Имя Оскара никогда не попадет в этот список. Когда вы говорите о самом лучшем бойце, вы говорите о Флойде Мейвейзере. Я могу делать это с закрытыми глазами. Да я могу делать это, пока сплю. Я лучший. Давайте посмотрим 24 на 7. Да он же скучный. Просто до безумия скучный. Да кто вообще, блядь, хочет смотреть на твои истории про капучино? Кто, блядь, хочет смотреть на твоих долбанных собак? Все хотят зрелищного противостояния. Это же Америка. Да ладно, мужик, этот чувак вообще мой фанат. Оскар Далахоев фанат Флойда Мейвейзера. Почему он нанял моего отца? Почему он нанял моего отца? Да потому что он хочет драться, как я. Наша безумная семейка такая дикая, потому что это нам нравится. Мы не против таких определений. Совсем не против. Позвони моему отцу. Позвони моему папке. Снизу вверх. Если отец Флойда не отвечает на телефон, возможно, это потому, что он занят тренировкой другого бойца, претендента на пояс легкого веса Джоана Гузмана. Старший провел с Гузманом последние две недели после того, как покинул лагерь Мейвейзера. Тогда он решил, что не получает от своего сына того уважения, которое заслуживает. Я мастер в этом деле. Определенно единственный в своем роде. Флойд Мейвейзер Старший всегда на коне. Когда-нибудь глаза моего сына раскроются достаточно, чтобы понять это. Потому, что его папочка лучший на планете. В этом нет никаких сомнений. Я уверен, что мой сын готов. Он отлично себя показывает. Определенному в отличной форме. Возможно, даже в своей лучшей. Но в данный конкретный момент мы имеем бой плохого парня против хорошего. И все мы знаем, кто из них плохой парень. А кто хороший. В Лас-Вегасе над горизонтом поднимается пустынное солнце. А неделя перед боем продолжается с пресс-конференцией в среду. В компании свои свиты Флойд Мейвейзер держит свой путь в МГМ Грэнд. Но на другой стороне города другой Мейвейзер отправляется в путь в одиночестве. Хотя Флойд-старший не приглашен официально, его сын все же говорит о том, что стремится спасти хрупкие отношения. Если отец захочет прийти, то, естественно, мы дадим ему билет. Там всегда есть для него свободный стул рядом с семьей, где он может занять свое место. Несмотря на то, что он иногда ведет себя как придурок, это не важно. Я все равно люблю его, он по-прежнему мой отец. Старший входит в лобби без церемоний и встреч. И занимает свое место среди остальных публики. Тем временем его сын и брат, звезды этого шоу, ждут за кулисами момента, когда начнется торжество. Царит легкое настроение и звучит олдскульное музыкальное сопровождение. Мэйвейзер расслаблен, насколько это только можно, пританцовывая в ожидании начала конференции. Дальше по коридору Оскар Далахой принимает гостей, включая его давнего знакомого еще с тех пор, как он рос в Лос-Анджелесе. Прошло 9 недель с тех пор, как бойцы встречались в пресс-туре по стране. Вот они снова сойдутся лицом к лицу. По всему происходящему понятно, что длинная дорога к бою уже почти закончилась. Настало время Флойду Мэйвейзеру доказать, что его разговоры не дешевый треп, а Оскару Далахой — то, что он может показать еще один великолепный бой. Это радость для меня представить вам бойца, известного как лучшего в мире вне весовой категории, и это Флойд Мэйвейзер. Прошу, Флойд. В первую очередь я хочу поблагодарить Бога, хочу поблагодарить свою команду, спасибо публике. Я здесь, потому что знаю, чего это стоит, я голоден, и очень хочу этого боя. 5 мая вы увидите лучшего Флойда Мэйвейзера. Спасибо. Спасибо. Теперь настоящим наслаждением для меня будет представить вам золотого мальчика из восточного Лос-Анджелеса, Оскара Далахойу. Спасибо, Ричард. Я очень рад снова оказаться в Лас-Вегасе. Это всегда приятно. Ну, что я могу сказать, мы готовы к бою, мы готовы к его лучшей форме. 5 мая все внимание будет приковано к боксу, и теперь это в руках нас, двоих бойцов, выложиться на полную, меньшего я не жду. По крайней мере, со своей стороны, я обещаю, что буду драться и выкладываться на полную. Спасибо. Четыре недели назад Оскара Далахойу и Флойда Мэйвейзера разделяли 3000 миль. Теперь же их отделяют несколько дюймов. В субботу вечером каждый из них выйдет заполучить свою величайшую победу. Я хорош в своем деле, мужик. Тебе надо уважать это, тебе придется уважать это. Я выбью из него все дерьмо. Если он настоящий мужик, пусть попробует ответить мне тем же. Тебе надо выйти туда и драться так, как будто на кон поставлена твоя жизнь. Посмотрите на Далахой, он жаждет битвы. Я могу побить его одной рукой, могу побить двумя, я могу ответить за каждое свое слово. Прямо сейчас люди сидят дома и говорят себе, я готов заплатить за просмотр того, как этому пацану надержу жопу. Говорите, что хотите. Я вызывал Оскара на бой несколько лет. И, блин, вот и он. 5 мая. Фаворитом в этом бою был Майвезер. Постаревшему Оскару давали мало шансов на победу. Неожиданно для всех, Далахой очень даже хорошо смотрелся, выбрал свои многоударные комбинации и не раз доставал американца. В отличие от большинства соперников Майвезера, Оскар не проваливался. Майвезер во второй половине боя сам бросался в атаку. После девятого раунда выносливсть Оскара села. Хотя Майвезер тоже заметно устал. Десятые и одиннадцатые раунды были очень близкими, но чуть лучше выглядел Флойд. В конце двенадцатого раунда Оскар провел серию ударов в голову. Майвезер не стал защищаться и ступил в открытую рубку, пропустив пару ударов. Майвезер стал чемпионом в пятой весовой категории, хотя многие эксперты отметили, что столько ударов Майвезер не пропускал никогда за всю свою карьеру. В декабре 2007-го состоялся бой двух непобежденных боксеров, американца Флойда Майвезера и британца Рики Хаттона. Одну вещь хочу сказать тебе, Фредди, перед тем, как попью этот напиток. Первое, ты слишком мягкий и ранимый. Ранимый для чего? Во время боя ты тоже будешь таким? Во время боя тоже будешь таким мягкотелым? Ну и что с того? Когда Пакьяо поднимется в ринг, я буду просто сидеть, и нахрена мне вообще напрягаться? Единственное, когда мне нужно напрягаться, это когда я с девушкой. Первые раунды проходили в равной борьбе. Хаттон агрессивно начал поединок и в присущем ему стиле старался работать в ближней дистанции. Однако скорость Майвезера позволила американцу успешно действовать на опережение. В третьем раунде Хаттон заработал рассечение над правым глазом. В четвертом Майвезеру удалось нанести несколько точных ударов. В шестом раунде за удар по затылку реферис Налсхата на одно очко. В середине боя Майвезер начал доминировать. В восьмом раунде Майвезер перебоксировал противника по всем статьям, наглядно демонстрируя, как нужно действовать против тактики британца. В девятом раунде Флой взял небольшую паузу и ход встречи выровнялся. Ближе к середине десятого раунда Майвезер зашел в угол. Хаттон шел на него. Майвезер точным встречным левым крюком попал ему в челюсть. Хаттон поднул стойку и упал на спину. Он сумел подняться на счет восемь. Майвезер провел два левых хука подряд в челюсть Хаттона. Британец облокотился на канаты. Флой принялся его добивать. Рефери остановил атаку американца. В это время Хаттон вновь упал на спину и рефери прекратил бой. Одновременно из угла британца вылетела белая полотенца. После прерыва Майвезер вернулся в бокс. Первым его соперником после возвращения стал мексиканец Хуан Мануэль Маркес. Бой проходил в промежуточной весовой категории и был титульным. Майвезер, который в бою выглядел намного больше и быстрее Маркеса уже во втором раунде смог отправить противника на пол левым боковым и преобладал практически в каждом из эпизодов каждого раунда. Маркес пытался атаковать но Майвезер действовал на опережение и постоянно контратаковал мексиканца. По окончанию боя все судьи с разгромным счетом присудили победу Майвезеру. За бой Флойд получил 10 миллионов долларов без учета Pay-Per-View. В мае 2010 Майвезер встретился со звездным и очень сильным обладателем супертитула WBA в полусреднем весе Шейном Мосли. Бой начался нервно и несколько сумбурно. Каждый из боксеров старался спровоцировать соперника на атаку чтобы контратаковать. Стартовый раунд выдался близким но Мосли был чуть лучше положив точно в цель несколько жестких джебов. Во втором раунде запахло настоящей сенсацией. Мосли попал справа и сильно потряс Майвезера. Через несколько секунд еще более мощный правый от Шейна подогнул ноги Флойда. Мосли попытался добить но действовал не слишком эффективно и постоянно попадал в объятия Майвезера. Флойд выживал исключительно умело благодаря чему и продержался до гонга. В перерыве Майвезер полностью отошел от потрясения. Начиная уже со следующего раунда Флойд приспособился к манере соперника пошел вперед и перехватывал инициативу. В дальнейшем Флойд лишь наращивал преимущества. Раунды с третьего по одиннадцатый были похожи один на другой и прошли под полным контролем Майвезера. Временами превосходство Флойда было просто подавляющим и в большинстве эпизодов Шейн выглядел просто беспомощным. Главным оружием Майвезера стали чрезвычайно быстрые и точные одиночные прямые справа с дистанции. Кроссы Флойда раз за разом встряхивали голову Мосли, который явно не успевал реагировать на удары соперника. Вторая половина поединка превратилась чуть ли не в одностороннее избиение Шейна. Выверенные, хирургические и точные удары Майвезера взродыш разрушали все попытки противника подготовить эффективную атаку. Однако Флойду все же не хватало мощи, чтобы хотя бы раз всерьез потрясти Мосли. Тем не менее, с течением боя голова Шейна накапливала тоннаж. Все три судьи зафиксировали большое преимущество по-прежнему непобедимого Флойда Майвезера. В сентябре 2011 Майвезер встретился с обладателем титула WBC в полусреднем весе Виктором Артизом. Флойд, мы увидели, что ты пропускал удары больше, чем обычно ты их пропускаешь против пары левшей. И вот перед тобой левша с хорошей скоростью рук и ударной мощью. Поставьте его напротив меня, и мы посмотрим, что он может сделать. Я всегда нахожу способ выполнить работу. Я был рожден для этого. Я был рожден, чтобы быть на этом уровне. Я был рожден, чтобы справляться с этим. Я справлюсь с этим. Мне совсем без разницы при всем уважении, бро. Я тоже был рожден для этого. Окей, они все говорят, что хотят. Я лишь скажу, 17 сентября вы увидите. Что ты думаешь, когда ты смотришь, как Флойд говорит такие речи? Ты хочешь ему что-нибудь сказать? Что-то, что еще не сказал? Расскажи мне о 17 сентября. Я заберу свой пояс. Расскажи мне свой план на бой. Расскажи мне. Я буду избивать тебя на протяжении 12 раундов. Сперва тебе нужно меня нокаутировать, так что что ты тут болтаешь? Я нокаутирую тебя. Я сделаю то, что Чавес сделал. С Роджером? Да, с Роджером и Лейзером в 1995-м. Будет примерно так же. Что еще? Расскажи мне еще. Все, что мне нужно сказать, это одну вещь. Они ставили 41-го бойца напротив меня. 41 не справился. Только не этот. Я выйду туда и уничтожу этого пацана. Я выйду и выебу Виктора Артиза. Видел, как он напуган? Да он окаменел. Этот пацан напуган. Флот Мэйвезер сегодня прибыл в зал злоем. Недовольный, как он говорит. Всем вниманием, притянутым к истории тяжелого детства и его соперника. Я должен кое-что сказать. Да, я должен выговориться. Они постоянно рассказывают историю этого ублюдка. Знаете, мой отец бросил меня. Моя мама бросила меня. Бля, черные родители всегда бросают. Ты знаешь, все черные вырастили себя сами. Уе, бываю отсюда, придурок. У придурка там чувак, натирающий его. Мужик, который делает ему массаж. Я точно скажу, он хочет, чтобы ему делал массаж сильный черный мужик. Дайте мне самого сильного черного массажиста. Что за хуйня? Я покажу вам, как мои массажисты выглядят. Они работают на нашу компанию. Охуенные. Все, что мы делаем, охуенно. Я сейчас высру это дерьмо, и оно будет охуенным. Да лохоя в натуре шлюха. Виктор-ортист тоже шлюха. Он дает мужику делать ему массаж, и второму мужику заканчивать. И затем Виктор смотрит на него, как на Бога. Ты что, блядь, серьезно? Какого хуя происходит? Скажите мне, что происходит? Налепи ему икс на лицо для меня. Мой дедушка из Мексики. Почему Виктор-ортист должен меня волновать? Мне на него насрать. Виктор-ортист для меня никто. Я бы не отличил его от мешка белого риса. Он вообще никто. Мне совершенно плевать на него. Виктор-ортист 24. Я достаточно старый, чтобы стать его отцом. Так что я восстановлю его. Я побью его и брошу в темницу. Голым. До боя осталось две недели. А подход к нему уже на стадии войны. Что-то не так в мире бокса. Мой отец завидует моим отношениям с Роджером. Мой отец всегда завидовал, потому что он был никаким бойцом. Делухой я сидел на наркоте. Употреблял кокаин. Ублюдок Артис. Выглядит как модель Виктория Сикрет. Какого хуя происходит? Продолжение следует.